Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06. Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня в студии Александр Рассохин. И Светлана Занько. Да, мы ждём возвращения Юлии Афанасьевой, которая, значит, покоряет Вашингтонские холмы или что-то в Вашингтоне. Да, вот. Мы ждём её приезда к концу недели. И на следующей неделе с удовольствием вот здесь, в этой студии, Юля с Сашей уже будут приветствовать во вторник вас, слушатели. А я уеду. Меня не будет её недели. Если я не ошибаюсь, то на следующей неделе у Юлии Афанасьевой будет эфир, и в том числе, возможно, будет с Игорем Васильевым. Да, Игорь Васильев придёт к нам в эфир, скорее всего. И мы по этому поводу хотим с вами, слушатели, поговорить во втором части. Нам интересно, о чём вы хотели бы спросить Игоря Владимировича. И важно, чтобы это были какие-то такие, настроитесь просто, да, какие-то такие генеральные вопросы, не частные, у меня протёк крантом, да, а какие-то более глобальные, связанные с судьбами нашего региона. Ну и также во втором части мы поговорим про гидравлические испытания с Олегом Прохоренко, руководителем пресс-службы кировского филиала компании Т-Плюс, потому что накануне должны были стартовать испытания, и отключение воды в городе произойти, но из-за погодных условий их испытания перенесли. Об этом обо всём во втором части. Да, а в первом части мы будем говорить с нашей гостьей Екатериной Сметаниной, заведующей отделом профилактики Центра СПИД Кировской инфекционной клинической больницы. Екатерина Сергеевна у нас уже в студии. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Мы, естественно, об этом говорим, потому что с 15 по 21 мая в Кирове стартует ряд мероприятий, посвящённые в рамках всероссийской акции Stop Vich Speed. Мы каждый год об этом говорим, каждый год в этой студии встречаемся. И надо сказать, что, конечно же, естественно, и федеральный эфир полнится информацией о ситуации со СПИДом и ВИЧ в России. И я бы хотела процитировать слова руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Академии Коран Вадима Покровскими, который сказал, что, к сожалению, у нас продолжает ситуация с ВИЧ-инфекцией ухудшаться. За 2016 год было сообщено о 103,5 тысячи новых случаев ВИЧ. То есть вот в процентном соотношении, если мы будем смотреть год от года, вроде бы количество инфицированных падает, но в абсолютных цифрах он всё равно продолжает расти. И надо сказать, что судя по тому пресс-релизу, который мы получили буквально вчера, в пятницу в Кировской области происходит то же самое. То есть тоже количество ВИЧ-инфицированных относительно прошлого года в этом году за истекший период выросло. Да, это действительно так. В этом году мы отметили рост почти на 30% за первые 4 месяца. У нас выявлено более 100 новых случаев. В то же время за весь прошлый год их было 222. И это, к сожалению, тенденция, которая ожидаемая, но вот насколько её возможно контролировать, покажет только окончание года. А почему Вы говорите, что это ожидаемая тенденция, Екатерина Сергеевна? Потому что тенденции к росту мы прослеживаем на протяжении уже нескольких лет. Как в России ежегодно увеличивается число новых случаев примерно на 7-8%, до 10%. Так и у нас мы отмечаем стабильный небольшой, но рост. И в этом году мы отметили немножечко смещение путей передачи ведущих. То есть у нас раньше был путь передачи ведущей половой. Сегодня мы отмечаем, что у нас половой и наркотический путь практически сравнялись 50 на 50. А это всегда высокий риск более быстрого развития эпидемии. Посмотрите, я не помню, кто давал недавно совсем сведения из высокопоставленных лиц, что количество подростков, которые выявили на склонность к наркомании, использование наркотиков, в России выросло. У нас по числу ВИЧ-инфицированных количество подростков растет незначительно. То есть практически даже снижается, я бы сказала. А вот среди возрастной группы 25-39 лет мы отмечаем рост. Вот в этом году у нас лидирующая группа 30-35 лет. И это люди, которые впервые взяты на учет? Да, это люди, в которых впервые выставлен диагноз. Мужчины и женщины кто? 44% это женщины, но надо сказать, что женщины выявляются в более раннем возрасте, чем мужчины. До 50% случаев у нас выявляются на поздних стадиях. То есть это значит, что человек достаточно длительное время не обращал внимания на свое здоровье, не обращался за исследованием. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас практически каждый четвертый человек, выявленный на поздней стадии ВИЧ-инфекции, не доживает, точнее погибает в течение года после установления диагноза. То есть стадия настолько запущенная, что помочь ему бывает практически невозможно. Чтобы не дошло до ситуации, когда уже запущенная стадия, о симптомах, если сказать, на какие симптомы стоит обращать внимание? У ВИЧ-инфекции практически нет симптомов, которые бы характеризовали именно это заболевание. То есть то, о чем мы стараемся говорить как можно чаще, не ждите, пока что-то заболит. Тест на ВИЧ бесплатный, пройти его можно добровольно. То есть прийти и сказать, я хочу пройти тест на ВИЧ, и вам его проведут. Кроме того, с этого года внесены поправки в ряд нормативных документов, и все люди, которые проходят диспансеризацию, также имеют возможность пройти тест на ВИЧ в рамках диспансеризации. Давайте мы обязательно еще поговорим все-таки о симптомах и поподробнее еще раз о путях передачи, о профилактике, о лечении. Немножко еще поработаем со статистикой. Вы сказали, что женщин 44%, практически там пополам, да, с мужчин, ну почти 50 на 50. И удивительно, что возраст такой немолодой, вроде бы уже понимание должно быть о ВИЧ, сколько лет, десятилетий мы говорим. Это все-таки люди из какой категории там граждан? Это благополучные люди с работой, с деньгами? Отслеживаете ли вы это, да? Или это какие-то другие слои общества? Ну, безусловно, мы отслеживаем, конечно, такие категории, как занятость, наличие и отсутствие семьи. Вот, например, по итогам этого года, да, то есть за весь период наблюдения, у нас практически сравнялось число выявленных случаев ВИЧ-инфекции, состоявших и не состоявших в браке. То есть 50 на 50. А раньше было как? Раньше у нас все-таки чаще выявлялось у лиц, не зарегистрированных или не состоящих в незарегистрированном браке. То есть уже в браке люди, да, инфицируются? Да, то есть мы не можем говорить, что брак и семья защищают, да, защищают верность. Верность в отношениях, отказ от наркотиков. Но по ситуации, конечно, люди у нас чаще всего с образованием либо общим средним, либо среднеспециальным. Чуть реже это люди с высшим образованием. Примерно в 60% случаев это люди, не указывающие постоянного места работы или безработные. 60% случаев. До 60, то есть в разные периоды. Но в целом это не те неблагополучные слои населения, о которых раньше принято было говорить. Это чаще всего люди с средним достатком, имеющим, по крайней мере, постоянный доход, если даже его не афиширующие. То есть это работоспособное население? Да, это работоспособное население. То есть возраст от 25 до 39 лет показывает на то, что люди активны. Это люди, которые, может быть, имеют заработки за пределами территории области и не всегда не получают заболевания именно здесь у нас. Хотя у нас здесь уже достаточно четко сформировались очаги распространения инфекции. До сих пор существуют случаи, когда люди привозят это заболевание, возвращаясь, например, с вахты. Поэтому, да, нужно быть очень внимательным и помнить, что все-таки это ближе, чем нам кажется. Вы сказали, что определены очаги ВИЧ-инфекции в нашем регионе. Какие это очаги? Во-первых, в каждом районе есть люди, живущие с ВИЧ. Во-вторых, есть районы с наиболее высоким уровнем пораженности. То есть, например, у нас традиционно к этим районам относится Кирович-Петский район, Вязко-Полянский, Малмышский район. Но это, скажем так, достаточно хорошо развитые населенные районы. С другой стороны, у нас есть рост заболеваемости среди районов в таком депрессивном экономическом положении. Например, Арбашский, Афанасьевский районы, Фаленский районы. Там не очень большое число людей. И несмотря на то, что и людей, живущих с ВИЧ, не очень много, получается в пересчете населения... Вроде все друг друга знают. Да, все друг друга знают. Это еще один, кстати, фактор, который может пособствовать быстрому распространению эпидемии. Потому что знают самыми разными способами, знают люди друг друга. И там тоже эпидемия растет. У нас нет ни одного района, где бы не было зарегистрировано случаев ВИЧ-инфекции. Вот вы сказали, что превысило количество новых случаев заболеваний в Кировской области. Там 100 человек. По всей стране более 103 тысяч. А сколько всего больных людей в Кировской области? Потому что, например, состоит на диспансерном наблюдении в стране на 2015 год, правда, 620 тысяч. У нас состоит по диспансерным наблюдениям и проживает на территории области чуть более 1800 человек. Это официальная статистика на начало мая. А я помню, что вы говорили, что на диспансерном такой, а это значит, что еще не заявленных, не выявленных. Безусловно. С какой процент примерно может быть? Сколько человек? Но обычно по нашему региону цифры статистической информации принято умножать на 3-4. На 3-4 можно умножать. Сейчас мы прервемся буквально на полминуты и продолжим беседу с Екатериной Сметаниной, заведующей отделом профилактики Центра СПИД Кировской инфекционной клинической больницы. Будьте внимательны, пожалуйста, это важно. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Александр Осохин, Светлана Занькой и Екатерина Сметанина, наши гости, заведующие отделом профилактики Центра СПИД инфекционной клинической больницы. Мы на сайте эхокирова.ру и нашей группе ВКонтакте традиционно размещаем опрос. И сегодня он звучит следующим образом. Заразиться ВИЧ, боюсь, не боюсь, либо не задумывался. ВКонтакте 57,5% за вариант боюсь, 24% не боюсь. На сайте эхокирова 62,5% боится. 25% не боится, не задумывались, 12,5%. Всего заходите, голосуйте. Нам важно узнать ваше мнение. И если у вас есть вопросы к специалисту, который сегодня присутствует в нашей студии, пожалуйста, звоните 211-101, 211-101. Ну что, с 15 по 22 мая стартует традиционная акция Stop ВИЧ, Stop Speed, которая проходит каждый год. И любой желающий сможет сдать тест на ВИЧ в любом учреждении здравоохранения. Да, действительно, это так. Есть рассылка Минздрава, рекомендующая всем медицинским организациям принять участие во Всероссийской неделе тестирования на ВИЧ. Но надо сказать, что и без акции человек имеет право бесплатно пройти тест на ВИЧ в любом учреждении здравоохранения государственной формы собственности. Ну то есть эта акция, как и заявлено, она привлекает внимание к проблеме ВИЧ. И поэтому указываются как раз таки, что можно бесплатно сдать. Я так понимаю, что вы просто стараетесь сделать доступным этот тест, доступным в любой момент времени, в любом месте, где ты находишься. Ну то есть получается, если не только в рамках этой недели можно таким же образом сдать? Да, конечно, можно сдать не только в рамках этой недели, но именно в рамках этой недели очень много информационных сообщений, которые призывают людей обратить внимание на то, что тест на ВИЧ можно пройти добровольно и бесплатно. К сожалению, мы ходим нередко по трудовым коллективам и сталкиваемся с тем, что люди думают, что это услуга платная и только по назначению врача. И мы еще раз развенчиваем этот миф бесплатно, добровольно, по желанию, анонимно. Что должен человек сейчас делать? Вот он может прийти в свою поликлинику со своим страховым полисом? В поликлинику, да, со страховым полисом. И в регистратуре сказать, я хочу сдать тест на ВИЧ. Не обязательно в регистратуре, он может обратиться к любому специалисту, к терапевту и уже терапевту сказать, что он хочет пройти такое обследование, потому что тест на ВИЧ проводится с обязательным дотестовым консультированием. Поэтому из регистратуры его в любом случае должны будут отправить к специалисту на беседу, в которой ему объяснят, что это такое тест на ВИЧ, оценят, были ли риски у человека заразиться ВИЧ-инфекцией. И только после этого он даст свое письменное согласие на проведение этого освидетельствования. То есть освидетельствование – это уже медицинское обследование, которое имеет юридические последствия. Какие? Например, ВИЧ-инфицированные несут ответственность за то, чтобы не распространять в дальнейшем ВИЧ-инфекцию, предупреждать, например, людей, у которых есть риск заразиться от ВИЧ-инфекции, о том, что у них ВИЧ-инфекция. Например, половой партнер. Да, ВИЧ-инфицированный человек должен предупредить половой партнер. Он там не должен написать, кто у него этот партнер. Как выявлять-то потом будете эту ответственность определять? Ну, если люди настроены серьезно, если выстраивается дискордантная пара, в которой они хотят, чтобы все было задокументировано, у них есть такая возможность обратиться в спидцентр, и отрицательный партнер может написать о том, что он, да, информирован, предупрежден. С ним при этом работает не только врач-инфекционист, с ним работает психолог, объясняются все особенности. Но в других случаях пара может сама решить, как они договорятся. В любом случае, использование презерватива – это достаточно надежный способ снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией. Я не очень поняла. Вот есть, например, человек, который пришел, и у него выявили ВИЧ, а он написал вот это свое согласие на обработку данных своих, и он должен сообщить, кто у него партнер? В идеале, да. Он обязан или что значит в идеале? У него право есть такое или обязанность? Он обязан. У него есть обязанность. Есть законы, которые регулируют санитарно-эпидемиологическое благополучие наше с вами. И в рамках нормативных документов он обязан сообщить, кому он потенциально мог передать вирус. То есть там на месте он должен прямо написать, что этот, этот, этот человек и контактные данные. Да. Дальше что делают специалисты? Приглашают этих людей? Дальше приглашают специалисты. Ну, есть два варианта. Человек может, например, сам поговорить и сказать, что вот приходите, обследуйтесь. А это все в процессе разговора с этим человеком? Обсуждается. Специалист ему подсказывает, как поступить? Да, ему предлагают, что вот если у вас, например, один половой партнер, и вы с ним там три года уже живете, то, может быть, вы сами сначала обсудите, а потом придете вместе. А если это ряд случайных людей, то, как правило, человек не всегда может даже оставить контактную информацию. Либо специалисты предлагают, что оставляйте контактную информацию, мы пригласим сами. И вот они приглашают этого человека и говорят, у нас поступила информация от такого-то, такого-то. Нет, конечно, ни в коем случае. У нас очень строго соблюдается тайна диагноза, то есть конфиденциальность человека, просто приглашают пройти обследование. Что есть предположение, что однажды у него был контакт с человеком, у которого впоследствии был выявлен ВИЧ-положительный статус. И человек, заинтересованный уже в уточнении состояния своего здоровья, приходит и проходит обследование на ВИЧ. То есть ему говорят, что чем раньше вы придете, тем больше у вас шансов на нормальную жизнь. Да, действительно, это так. Человек приходит, понятно, в стрессовой ситуации, но с ним разговаривают. Обязательно. Он сдает тест на ВИЧ, и там уже определяется его состояние. Да. Определяется его состояние. Вы говорили в перерыве, буквально два слова у нас было на полминуты, что просто надо обратить на это внимание, что выявляется ВИЧ в паре впервые женатых и даже людей, которые, ну вот, первый половой партнер. Да, действительно, такое бывает. Например, один первый половой партнер, один половой партнер не имеет прошлого опыта, никаких сексуальных связей, да. Второй половой партнер, может быть, имел одну-две. И, естественно, бессимптомное течение многолетнее, дальше серьезное отношение, брак. И выявится ВИЧ может, например, при первой беременности жены. То есть она приходит, в первом и третьем триместре она должна сдавать тест на ВИЧ. Она приходит при постановке женской консультации, ей назначают тест на ВИЧ. Она сдает тест на ВИЧ, параллельно ей выдают направление для обследования мужа, да, как полового партнера беременной. Он сдает тест на ВИЧ. И иногда оба человека в паре бывают офицированы. Что с ребенком в таком случае? Если пара обратилась вовремя, то есть на ранней стадии беременности до 14 недель, то с 15 недели женщине назначают специальные препараты, которые останавливают размножение вируса и не позволяют ему проникнуть через плацентарный барьер к ребенку. Проводятся специальные мероприятия в родах. Ребенок после родов получает специальные препараты. И в 96-98% случаев такой ребенок рождается здоровым. Вот. То есть важно действовать, конечно, смело и вовремя, естественно. Вот вы как раз сказали, что, к сожалению, эта болезнь, она протекает очень часто на начальных стадиях, то точно бессимптомно. Я-то даже вот сейчас смотрю инфографику на сайте РИА, и гриппоподобная болезнь называется этого, да, то есть включающая лихорадку, головная боль, сыпь, боль в горле, то есть как будто бы ты просто подхватил грипп. Ну, это острая ВИЧ, да, в острый период. Возможны такие симптомы, но они могут быть разнообразнее, а у части людей они могут полностью отсутствовать. Вообще отсутствуют на протяжении долгих-долгих лет. Да, то есть даже в острый период у человека может не развиваться указанных симптомов, да, гриппоподобных. Но есть и более сложные формы проявления острой ВИЧ, характеризующиеся не только сыпью, но и проявлением ангины, бронхита. Но если человек, опять же, не насторожен, да, то есть, ну, как можно связать, например, ангину с незащищенным половым контактом и с развитием ВИЧ-инфекции? То есть здесь уже настороженность врача и самого человека должна быть, безусловно. Хороший такой вопрос насчет настороженности врача. Мы в последнее время очень часто по разным видам заболеваний говорим об этой настороженности. Как проводится работа с врачами, там, вот первичного, да, я так понимаю, звена, терапевтами, может быть, педиатрами даже? У нас проводятся регулярно самые различные медицинские конференции и для узких специалистов, например, там, дерматовенерологи, хирурги и так далее. И существуют квест-игры при Центре медицинской профилактики, куда включается наш вопрос. И мы разговариваем с врачами первичного звена, врачами общей практики о том, что нужно заподозрить, да, что можно спросить у пациента, каким образом вообще стоит действовать, если у вас есть подозрения на ВИЧ-инфекцию. Ну и, безусловно, анализы на ВИЧ включены в большинство стандартов оказания медицинской помощи. То есть врачи, выполняющие эти стандарты, они в любом случае тест на ВИЧ не пропускают. Тут очень важно, конечно, правильно встретить пациента, который приходит даже вот сам по себе, настороженный приходит и говорит, я хочу сдать анализ на ВИЧ, потому что это очень такая тонкая тема. И, конечно, важно, чтобы терапевт не сказал, так, ну-ка, давайте рассказывайте, что у вас за распутная жизнь тут была, где у вас наркотики, в каких карманах. Ну, сегодня таких случаев не встречается практически, но, тем не менее, да, в истории мы знаем случаи, когда спрашивали, ой, да зачем у вас там один муж, одна жена? Такое раньше было. Но сегодня в связи с ростом заболеваемости по России в области врачи, конечно, уже отошли от этой практики. У всех есть достаточно информации о том, как проводить дотестовое консультирование, потому что от этого зависит не только то, как поведет себя человек, согласится он сдать тест на ВИЧ, как он будет ждать этот результат, как он отреагирует, когда ему сообщат результат. Например, результат этот ведь может не всегда быть отрицательным. Это может быть положительный результат, а может быть еще период серонегативного окна, и невозможно точно сказать, положительный или отрицательный результат. И, безусловно, от этого зависит дальнейшее отношение пациента с медицинскими работниками уже спеццентра. И приверженность диспансеризации, лечению, она начинается с самой первой консультации, поэтому ей мы уделяем очень важное внимание. У нас есть все методические материалы по проведению дотестового консультирования, есть рекомендации Роспотребнадзора. То есть и нормативная информационная база полностью, скажем так, адаптированы к работе участкового врача. Вы сказали, что есть положительный, отрицательный результат. И третье, некое окно. Можно подробнее? Да, конечно. Серонегативное окно. Это период от момента заражения до появления в анализах специфических антител, по которым выявляется наличие или отсутствие вируса в крови. Он может длиться в среднем до трех месяцев. Максимальный период – это 6 месяцев. Это бывает редко. Самый минимальный период – это 3-4 недели. Если человек в этот период сдает тест на ВИЧ, у него может появиться частично положительный результат. То есть он не будет считаться еще полностью положительным, он не будет считаться полностью отрицательным. Ему порекомендуют прийти через 2-3 месяца, сдать тест на ВИЧ повторно. Это уже будет решать врач в зависимости от давности заражения. 2-3 месяца. И уже на второй раз тест будет, скорее всего, положительный. Будут проведены дополнительно углубленные исследования. И только после клинических лабораторных анализов, эпидемиологических особенностей поведения жизни человека, осмотра врача, то есть данных уже результатов осмотра врача-инфекциониста будет устанавливаться диагноз ВИЧ-инфекция. Никак, не по одному анализу. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Напоминаем, что говорим мы с Екатериной Сметаниной, заведующей отделом профилактики Центра СПИД, инфекционной клинической больницы. С 15 по 21 мая в Кире стартует ряд мероприятий. Уже стартовал вчера буквально. И в эту неделю вы можете в любом совершенно медицинском учреждении Кирова совершенно бесплатно сдать тест на ВИЧ. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Число ВИЧ-инфицированных в области существенно выросло за первые 4 месяца этого года, почти 5 месяцев. Мы говорим, еще в прошлом году говорили медики о том, что ситуация в Российской Федерации можно обозначить как эпидемию ВИЧ. Она официально не объявлена, эта эпидемия, но неофициально. Устами специалистов и с подтверждением цифрами об этом говорить можно. Екатерина Сметанина, заведующая отделом профилактики Центра СПИД, инфекционной клинической больницы, у нас в гостях. Мы сегодня еще раз акцентируем на это внимание, потому что с 15 по 21 мая в Кирове проводится ряд мероприятий в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ и СПИД». И в рамках этой акции, собственно говоря, как мы выяснили, практически неважно, есть акции, нет акции, но тест на СПИД бесплатно вы можете сдать в любое абсолютно время. А вот 22 мая, я вижу, будут подведены итоги проекта «Откровенный разговор». Он был запущен в апреле этого года. Вот сейчас буквально месяц проходит. Что это за проект, расскажите, пожалуйста, какие цели он преследовал и добились ли вы этих целей? Это проект, рассчитанный на подростков для того, чтобы они могли по принципу равный-равному рассказывать на достаточно хорошем, грамотном уровне о ВИЧ-инфекции и о сохранении репродуктивного здоровья своим сверстникам. В проекте приняли участие подростки из 8 школ и 4 СУЗов города. И каждый раз эта команда состояла из нескольких учащихся и педагогов, которые после прохождения недельного обучения со специалистами спеццентра сейчас реализуют профилактические акции и профилактические мероприятия в своих учебных заведениях. Это и тренинговые формы, профилактический тренинг имеет возможность вести специалист, не имеющий психологического образования по принципу равный-равному. Это и лекционные формы, это и самые разные акции. И вот как раз в течение этой недели в ряде школ и СУЗов города проходит мероприятие второго этапа проекта, то есть проекта реализации. И в 22 числа мы будем, скажем так, награждать тех, кто принял участие в этом проекте, выдавать им сертификаты участников этого проекта и подводить итоги, сколько им удалось провести занятий, сколько человек охватить, какой результат они получили. Ребята, какого возраста участвуют в этой акции? И те, которые, собственно, сами проводят акцию, и те, на которых она рассчитана, с кем разговор производится? Школа — это 10 класс, СУЗа — это первый-второй курс. Десятый конкретно класс? Да. А почему этот возраст? 9-й и 11-й класс, во-первых, ориентированы в это время на сдачу выпускных экзаменов. Кроме того, и 9-й и 11-й класс неизвестно, кто в школе останется. Восьмой класс еще рановато, а 10-й класс — это те, кто, пройдя обучение, уже сейчас могут начать работать и еще в течение 11-го класса передать этот опыт и подготовить волонтеров своей школы. Это обязательный проект или по желанию добровольно приходят школьники? В каждой школе, конечно, набирались добровольцы. У нас нет интереса заставить или как-то принудить к чему-то людей. Ребятам должно быть интересно. Но даже если они, приходя на наш проект, сомневались, надо это или не надо, мы видим, что сейчас у них мнение поменялось, им интересно проявлять себя в новых формах деятельности. А это еще и тема сейчас такая, обсуждаемая особенно в этот период. То есть они, в общем-то, получают и новый опыт, и новые знания, и некоторую, скажем так, стабильность в своих знаниях, в своих навыках, и опять же волонтерский опыт. Впоследствии ребята смогут получить волонтерские книжки, у кого их еще нет. А это на сегодняшний день неплохой плюс для поступления в любое учебное заведение. То есть это тоже как-то учитывается? Обязательно. Волонтерский проект обязательно будет учтен. Если уж мы заговорили о подростках, то с какого возраста вы фиксируете, ну, вы смотрите, да, фиксируется начало половой жизни у подростков и, соответственно, угроза заражения ВИЧ? Вот у нас сейчас до 31 мая идет анкетирование, из которого мы будем выводить новые цифры. Но до этого момента, по предварительным данным нашим, это все-таки был возраст 16-17 лет. 16-17 лет. Понятно. Ну, давайте еще раз, наверное, мы зафиксируем пути передачи, потому что мы говорили с вами только о незащищенном половом акте и о наркотиках, а это значит использование шприца. Нестерильный инструментарий, повреждающий кожу, слизистый. То есть это чаще всего, конечно, наркотики. Но если это какой-то другой инструментарий, медицинский, не медицинский, который был инфицирован зараженной кровью, которым делается манипуляция... Татуировка, персинг, да? Да, да. Все это может быть. Поэтому во всех салонах должны быть соблюдены условия стерильности и одноразовости. Ну и также это небезопасные инъекции, переливание крови, медицинские процедуры. Но здесь, наверное, процент минимален. Действительно, процент минимален, потому что кровь, точнее, донор сам проходит неоднократные проверки, прежде чем его кровь будет перелита другому человеку. Точно так же в медучреждениях соблюдаются все санэпид-режимы, позволяющие избежать этого. Ну и пока что на территории области не было зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях. Хотя в России такие случаи, мы знаем, бывали. Это очень приятно слышать из года в год, что вы это говорите, что у нас в области нет таких серьёзных проколов во всех отношениях, неприятных сообщений. Что касается профилактики, давайте ещё раз. Давайте я сначала третий путь обозначу, потому что о нём забывают. Это путь от матери к ребёнку. Беременность, роды, грудное вскармливание. То есть три пути передачи. Половой контакт, стерильный инструментарий, контакт с кровью и от матери к ребёнку. Поэтому профилактика, она выходит непосредственно из этих путей. Воздержание от сексуального контакта, если ВИЧ-статус партнёра неизвестен. Если ВИЧ-статус положительный, использование, безусловно, презерватива. Если ВИЧ-статус неизвестен, это тоже использование презерватива. И отказ от употребления психоактивных веществ. Почему от всех психоактивных веществ? Потому что мы отмечаем рост. Заболевание ВИЧ-инфекцией на фоне употребления алкоголя. То есть человек выпивает некоторое количество алкоголя, теряет контроль, вступает в сексуальные контакты, как правило, незащищённые, потому что самоконтроль подавлен. А потом через 2-3 месяца приходит и выявляет о том, что после весёлых праздников наступили достаточно серьёзные будни. Если говорить про лечение, понятно, что лечения нет, но всё равно какая-то используется терапия. Какая-то профилактика и лечения у нас хватит на всё время. Сегодня лечение тоже рассматривается как профилактика. Это очень интересный момент, потому что человек, получающий лечение, специальную антиретровирусную терапию, он становится практически безопасен. То есть количество вирусов в его крови снижается до неопределяемого уровня, в биологических жидкостях количество вируса также падает, и заразиться от него намного сложнее. То есть, например, той же крови потребуется гораздо больше, чем если человек не получает лечение. Поэтому лечение сегодня рассматривается как один из вариантов предотвращения распространения эпидемии. Что подразумевает под собой эта терапия? Терапия подразумевает комплекс препаратов, которые человек получает бесплатно, если состоит на учёте. Он принимает их два раза в сутки, и эти препараты позволяют остановить размножение вируса в крови. То есть вируса становится очень мало. Но если это финальная стадия в этом случае, терапия, каков процент, что она поможет? Терапия, она в любом случае будет останавливать размножение вируса. Но если вирус разрушил уже очень много клеток иммунной системы, которые организм восстановить и восполнить не в состоянии, то за счёт любой терапии изменить эту ситуацию будет невозможно. Человек будет жить на небольшом количестве клеток, но любое серьёзное заболевание может стать для него смертельным. Если говорить про мероприятия в рамках вот этой недели, помимо проекта «Откровенный разговор» и возможности сдать тест на ВИЧ в любом медицинском учреждении, какие ещё акции и мероприятия пройдут? Во-первых, это интерактивное занятие с возможностью сдать тест на ВИЧ на учебном или на рабочем месте. К нам уже присоединилась Гороэлектросеть в самом начале акции, школы, СУЗы. Вот сейчас буквально подходит к концу акция в агропромышленном техникуме в селе Бобино. Далее это у нас распространение информации через сеть интернет. Мы обращались в ВКонтакте к руководителям многих групп, чтобы они тиражировали профилактическую информацию. Это будут мероприятия для трудовых коллективов и для администрации города. И, конечно, акции, организованные волонтёрами. Под конец хочется всё-таки узнать. Мы сейчас, Саша, подведём итоги опроса. Как люди реагируют на это в целом? На диагноз? Нет, на ваше мероприятие. Диагноз — это целая история. Это совместная программа «Слушайте доктора» и «Практическая психология». Нужно устраивать долгую беседу. Вот на ваше мероприятие. Я представляю себе, собирает там СУЗ или собирает какое-то предприятие. И вы рассказываете про это. Лучше про предприятие, потому что в СУЗе как-то более демократично относятся к этому. На предприятиях вначале идут очень неохотно. Взрослые люди, семьями. Они приходят в небольшом количестве, как правило, с большим удивлением и недоверием, которое вот прям сквозит в их взглядах. Они очень удивляются, что их вообще собрали. Но когда мы рассказываем истории, примеры, когда рассказываем ситуацию, близость к их семье, этой проблемы, они, как правило, начинают вздумываться. И не совру, наверное, если в большинстве случаев они по предприятию это разносят вот в качестве вирусной информации, которая вот доходит до многих-многих-многих сотрудников. То есть в конце они все-таки понимают, почему мы об этом говорим. То есть люди, вы изначально, взрослые люди, они думают, что их это не коснется никоим образом. Да, и еще они говорят, что со времен школы они никогда не слышали о том, чтобы им вообще предлагали задуматься на эту тему. Ну, несмотря на то, что информационный эфир, в общем-то, насыщен. Ну, вот эта акция и направлена как раз на привлечение внимания к проблеме. И заметно ли то, что ситуация меняется, больше ли людей становится, больше людей обращается в центр. Ну, это мы увидим по итогам акции, да? Ну, вот за прошлые годы хотя бы все равно же есть какая-то динамика. Небольшая динамика есть, но, к сожалению, не настолько большая, которую мы хотели бы видеть. То есть все-таки это вызывает страх, это все-таки вызывает отторжение. И до сих пор основной инстинкт говорит, что меня это не коснется. Ну что, подведем итоги опроса. Они тоже показательны в какой-то степени. 67% боятся заразиться ВИЧ. 67% ответивших на сайтах kiro.ru боятся заразиться ВИЧ. 55% ВКонтакте, не боятся, четверть, 25%. Вот боитесь, не боитесь, надо идти и сдавать тест. Не надо бояться, надо знать. Я могу сказать по своему опыту. В прошлом году я ходил, процедура заняла 5 минут. И в пятницу я сдал, в понедельник получил ответ. Как ты прожил эти три дня? Ну, сначала, когда я вышел, мне сказали, что будет через три дня. Я, конечно, слегка расстроился. Ну, а потом, ну что делать? Там были выходные, и ты дождался понедельника. Спасибо, Екатерина Сметанина, заведующая отделом профилактики Центра СПИД, инфекционно-клинической больницы. Мы с Александром Рассохиным на небольшой перерыв уходим. Сейчас новости, тематические программы и реклама. В начале следующего часа поговорим о том, что перенесены сроки гидравлических испытаний, как они перенесены, в связи с чем. А после этого будем принимать ваши звонки с вашими вопросами в Рио губернатора Кировской области Игорю Васильеву. Которые мы озвучим на следующей неделе непосредственно ему.